Доброй ночи, Москва! Доброй ночи, москвичи! Доброй ночи, все наши замечательные зрители! Собираем аудиторию. Видно, это Лофт онлайн. Сегодня снова по расписанию, вовремя. У нас новые гости. У нас пятый сезон нашего сериала полуночного. У нас уже появились гости, которые возвращаются. Такой камбэк у нас происходит в параллельной галактике. Что я могу сказать? Вообще, вся наша жизнь — это игра. Но теперь вся наша жизнь — это бэкстейдж, вся наша жизнь — это онлайн. И мы наши новые тенденции и веяния рассматриваем под позитивным углом. Стараемся видеть только хорошее. Общаемся с музыкантами, обсуждаем нашу артистическую жизнь, лайфхаки, связанные и с онлайном, и с реальной жизнью. Сегодня у нас в гостях Петр Гладыш. Это замечательный виолончелист, это замечательный дирижер. Это вообще такой человек, который играет и сольно, играет и камерную музыку, и является замечательным оркестрантом. У него очень много активности, и я думаю, что сегодняшний диалог у нас будет очень-очень интересным. Петя — участник Лофт филармонии 6 серии. И, собственно, концерт был тогда посвящен полностью французской музыке. И вот, как сейчас помню, было блестящее исполнение соната Франсиса Куленко виолончельной, и также было еще трио Равеля знаменитейшая. Ну, еще как бы были другие участники — Леша Кудряшов и Андрей Кузнецов. И вот еще Андрей Кузнецов с Лешей они сыграли тогда вторую сонату Дариуса Мильо для скидки и фортепиано. И в связи с этим нужно вспомнить не только замечательную игру, но и потрясающую, не менее яркую модерацию. Потому что сам рассказ, который предшествовал, например, велончельной сонате Франсиса Куленко, я помню до сих пор. Ну, я не буду вас томить. Я сейчас приглашу Петю уже в нашу импровизированную студию. Мы начнем диалог. Петя, привет. Здравствуйте всем, привет. Как меня видно, как меня слышно? Все отлично, меня как видно? Все хорошо. Слышно? Да. Отлично, хорошо. Петя, ну давай начнем с тобой самого главного. Как дела? Этот вопрос с каждым днем все сложнее задавать, все сложнее к нему отвечать. Ты знаешь, ну, начну с того, что как бы я не буду вот чистым таким оптимистом в розовых очках, который говорит то, что вот, конечно, это время там создано только, ну, для того, чтобы вот мы вот как бы остановились, там, задали себе какие-то вопросы, да, потому что, ну, кучу народу и как бы и теряют бизнес, и есть, к сожалению, и печальные примеры среди знакомых, да, связанные с болезнью, которые в итоге заканчивались, ну, самым печальным исходом, да, к сожалению, у меня такие знакомые есть, то есть, в принципе, уже как бы у меня к этому отношение, конечно, серьезно ко всему происходящему. Но при всем при этом, конечно, нужно думать о том, что мы конкретно сами можем сделать, да, и для того, чтобы ситуацию не усугублять, усугублять и для того, чтобы это время все-таки использовать, да, потому что я как человек такой прагматичный, да, конечно, при том, что времени всегда не хватает, как это мы хорошо знаем, да, я работаю на, ну, имею как бы три работы, да, Национальный филармонический оркестр России, да, плюс в школе, в школе Рихтера, детской школе искусств я дирижеру оркестром, плюс еще, конечно, ученики там, да, всевозможные, это велончель, гитара и сольфеджио, да, то есть, как бы, вот, все, все, что можно, да, и как бы, вот, везде постоянно это, как бы, времени свободного не хватает, да, и тут, как бы, вот, когда это все, это, на самом деле, у нас-то, тебе хорошо известно, я думаю, то, что у нас это раньше, чем у всей страны этот карантин начался, да, у меня, причем это была связанность, такая, конечно, у меня личная такая была история, то, что 22 марта в концертном зале Чайковского я должен был дирижировать национальным филармоническим оркестром России и половецкие пляски Бородина, да, в КЗЧ, представляешь, 1700 человек, и ты выходишь там на полный зал, там все уже было распродано, и, к сожалению, вот, за, за пять дней до концерта нам объявляют о том, то, что все, мы уходим на карантин, оркестр, все там полностью, все концерты эти отменяются и так далее, то есть, если я не ошибаюсь, 16 марта нас отправили. 16 марта, да, совершенно верно, потому что я тоже помню, у нас тогда должен был быть концерт 18 марта в Владимирской филармонии с Давидом, и, собственно, тоже все отправилось за полтора дня, то есть, мы тоже вот как раз в этот период попали по полной программе, но это очень обидно, но если концерт, Петь, его хотя бы переносят, то есть, он как бы состоит? Ну, не буду раньше времени загадывать, был у меня разговор, как бы, с организаторами мероприятия, да, раньше времени говорить не буду, потому что уже один раз сорвалось, да, лучше, как бы, вот, подержим пока в тайне, если состоится, то обязательно тебя, конечно, приглашу, потому что это все-таки... Я с радостью. Это все-таки для меня знаковое должно было быть событие, «Половецкие пляски», «Бородина», мое любимое произведение, которое я уже не раз дирижировал. Ой, такая музыка, конечно. Музыка супер, я дирижировал во Франции его дважды, и в Китае международными оркестрами, вот сейчас вот в Москве, к сожалению, сорвалось, но ничего, я думаю, что состоится. Ну вот, и, собственно, сразу задаешь себе вопрос, как бы... Нет, вопрос такого вопроса, что чем заниматься, как бы, не возникает, естественно, то есть сразу, как бы, пускаешь себя в русло, думаешь то, что, вот, как бы, все, на что времени не хватало, как бы, вот, наконец-то я этим займусь. Ну, собственно, к чему я, вот, как бы, за два месяца пришел, так, если, как бы, интересно послушать, да, ну, во-первых, спорт, да, что удивительно, да, вот, как бы, вроде бы, как бы, фитнес-центры все закрыты, на улицу выходить нельзя, да, но я, как бы, вот, за все это время я уже минус 4 килограмма у меня, да, то есть, как бы, я не знаю, кому-то, кому-то интересен набор веса, кому-то, мне, вот, интересен, именно, вот, как бы, вот, все-таки лишние килограммы убрать, вот, то есть, как бы, и все это, понимаешь... То есть ты как-то успел подготовиться к лету, то есть так немножко стал изящным, скажем так. Да, и что самое интересное, что это бесплатные ресурсы, то есть, вот так же, как мы сейчас с тобой в сторис, в инстаграм, да, я, как бы, ну, я не знаю, это будет реклама, не реклама, но вот есть такой клуб, World Class, в которой я, как бы, у меня был абонемент, и просто ты бесплатно туда, на эту страничку заходишь, и у тебя с самого утра до самого вечера у тебя целый день разнообразные тренировки, которые, начиная от силовых, там, кардио есть очень, конечно, жесткие, заканчивая стрейч, пилатесы, даже йога и медитация, в 9 вечера у них медитация, то есть, как бы, представляешь, да? Ух ты, Петя, ну, это очень здорово, потому что, знаешь, наша аудитория задается вопросом, особенно музыканты, у которых у всех больные через раз спины, понимаешь, уже как-то всем хочется потянуть. Слушай, а World Class, это же, ну, это потрясающий фитнес, так они молодцы, получается, такой социальный, как бы, проект запустили онлайн для поддержки. Именно, именно, я тебе советую завтра, вот, прям, вот, не откладывая в долгий ящик, зайди, просто ты посмотри, на каком это уровне все проводится, то есть, это, вот, вот, серьезный профессионал, когда, мало того, они тренируют, там, например, тренировка 55 минут, вот, и он просто, он, как бы, делает эти все упражнения на самые, как бы, вот, сложные опции, при всем при этом он говорит 55 минут без перерыва, то есть, это суперпрофессионалы, и, понимаешь, тренировки такие, что просто на вынос, вот, как бы, и килограммы, ты знаешь, уходят, то есть, как бы, если кого это из нашей аудитории интересно, вот, кого... Ну, нас, конечно, это интересует, особенно меня это очень интересует, потому что, знаешь, это вот жизнь, которая постоянно в тебе присутствует, и ты не знаешь, как бы, что делать, потому что нет просто этой активности, ну, бегаю, прыгаю, как могу, просто походу, хлопаясь, как бы, даже особо и в магазин-то не хочется выходить, поэтому, да, за это тебе большое спасибо, это прям, вот, лайфхак, лайфхак. Ну, вот, знаешь, вот сейчас уже я настолько уже фанатичный, это как-то, ну, вот, ты сидишь дома, да, все время, но то, что я просто каждый день тренируюсь, и вот, как бы, это, я не знаю, чем это все закончится, когда придется уже нормальной жизнью жить, пока вот, как бы, получается. Далее, конечно, чтение, да, то есть есть у нас такая, организовалось интересное такое, такое интересное сообщество, это книжный клуб между вот оркестрами. Ух ты, почитает, да? Да, национальный филармонический и из БСО там ребята тоже, в общем, организовали такой клуб, и мы раз в две недели выходим в Зуме на обсуждение очередной прочитанной книги, то есть дается книга, да, на неделю там или на сколько там, на две. Правда, я тебе скажу, что книжки, конечно, то есть вот, например, «Умберто Эко. Имя Розы», да, вот это была первая. Ой, это очень тяжелая книга. Она не просто тяжелая, но как бы вот айфоновских страниц, это сколько, если я не ошибаюсь, 2400 страниц вот этих айфоновских, да? Ну, то есть как бы до трех ночи просто не спишь, там все, потом тебя там в девять, я не знаю, дочка будет, там как бы это... И все, и потом, ну, что интересно, вот в чем как бы вот гениальность, да, то, что ты вот просто книжку открываешь уже, вот знаешь, уже просто засыпаешь, там все, и через три минуты ты уже просто вот полностью погружаешься туда, и вот как бы не можешь заснуть до трех часов ночи, спишь, потом тебе это все снится, там все эти герои, они там во сне вокруг тебя, то есть это, конечно, такое вот, знаешь, такая потеря вообще реальности, скажем, ощущение реальности, потому что я просто, я фанатик, я позже туда зашел там на пару дней, чем они, они уже там читали во все, а я там как бы догонял, вот, и все, и потом в Зуме встречаемся, и где-то в течение четырех часов обсуждается книга, да, каждый там... О, это очень много прям, интенсивчик такой. Ты знаешь, я вот, первая встреча была, которая по Умберто Эка, то есть я даже не успел все сказать, что хотел, то есть как бы там настолько это... И вот в чем суть, то есть как бы опять же там, воспользуясь цитатой из книги, да, то, что устав вот этих доминиканских монахов, да, они постоянно должны быть, вот каждый, каждый день они занимают себя работой физической, да, и интеллектуальная работа изучения книг, да. В чем это применительно к тому, чем вот мы занимаемся в этом книжном клубе? Это, то есть когда ты читаешь книгу не просто для, ну, для удовольствия, скажем так, для своего, да, там вот как бы без какого-то дедлайна, да, по сроку и без того, что вот тебе надо будет выступать перед людьми, ну, как бы читаешь, да, там интересно, хорошая книга, развлечения, да, что-то, какие-то мысли, а когда ты знаешь то, что тебе придется перед там пятью довольно, ну, действительно начитанными умными людьми выходить в эфир, то это уже, то тут уже нужно постоянно думать, а что ты будешь говорить вообще, да? Ну да, это другая ответственность, потому что тебя как бы перепроверят, ты как бы, ну, то есть ты должен читать очень внимательно, ничего не упустить, все правильно понять? Мало того, ты понимаешь, то есть в принципе гуглится там, я не знаю, каждая страница, то есть это все, это там францисканцы, там эти бенедиктинцы, там вообще отсылки к апокалипсису, апокалипсис пришлось прочитать там еще, там куча всего, конечно, вот связана конкретно с этой книгой, если говорить, да? Дальше потом был Габриэль Гарсия Маркес «Сто лет одиночества», всеми любимая книга. О, это моя любимая книга. Да, да, я перечитал ее как бы с радостью, ну, конечно, по-другому уже воспринимал, вот. А в первый раз, кстати, во сколько лет ее читал, пардон? В консерватории на втором курсе я прочитал ее, ну, значит, сколько, 21 год, наверное, был. Ну, там свое запомнилось, тут уже какие-то другие вещи запоминаются, там, конечно. Не, ну эту книгу можно читать бесконечно, потому что, ну, все-таки 100 лет, и одна Урсула чего там стоит, там миллион этих персонажей просто огромный. Ну, Урсула, да, это вот такая вот прям женщина-женщина, скажем так, то есть вся вот, фактически все существование семьи на самом деле на ней, да? Мужики как бы они там, знаешь, там, менялись, там, постоянно умирали, там, и так далее, там, революции, там, сумасшедшие эти идеи какие-то вообще. А Урсула как бы вот на ней все держалось, и когда она уже там, собственно, уже пришла в упадок, да, уже и дом, и цивилизация вся пришла в упадок, да, это вот как бы к, именно, скажем так, к женщине, вот, как есть мужчина в истории, есть роль личности, а это вот женщина в истории, скажем так, да? Это невидимая роль, да, то есть как бы Аурелиан, это человек, который там, вот, он там полковник, он там, как там, цитата была, что он там поднимал 22 восстаний, и все 22 провалил, то есть как бы так, но тем не менее, вот, как бы вот Аурелиан Буэнди, да, как бы вот герой. Это то же самое, как это, знаете, кто-то, я не помню, то ли Емпольский это говорил, вот если мы применительно вот к нашей профессии, да, то, что я не смотрю на ученика, я смотрю в первую очередь на маму, да, то есть вот как бы женщина, как бы вот относительно вот этих вот гениев наших, да, вот, ну, далеко не надо ходить, там, Максим Венгеров, например, многие знают его маму, да, я с ней лично знаком, ну, вот это вот, вот именно вот мама та, которая вот сделала, ну, как бы, он, конечно, талантливый, у него был педагог, но как бы мама, да, понятно, да? Ну, понятно, да, то есть как бы мама, семья, из которой все идет, то есть как бы человек, он не является из ниоткуда, и как бы все качества, которые он транслирует, это же какие-то вещи приобретенные, то есть понятно, что есть какие-то свои качества характера, да, но опять же развиваются они, они культивируются, то есть в каждом же, в каждой семье это все совершенно по-разному, и очень много идет именно, да, от матери. Ну, Петя, очень интересно, я даже, знаешь, я даже подумала, почему я и не в этом клубе, потом вспомнила, что, господи, я же не работаю в оркестре, сказала я сама себе. Да, вот, так что... Просто ты знаешь, нет, это на самом деле так приятно, что ты как бы сразу и о физическом сказал, как бы своем каком-то, да, вот, ну, распорядке, да, то есть ты себя организовал, и как бы умственная часть тоже, то есть у тебя в балансе находятся вот эти вот половины, очень важные. А что касается музыки, вот просто я пытаюсь понять, есть ли вообще возможность, ну, просто даже вот место, пространство, чтобы самому заниматься сейчас, потому что и соседи на голове, и вот это вот все, как ты это организуешь? Сейчас скажу, я тут вижу, у меня много моих подписчиков, они тоже видят, что я в эфире, да, я так понимаю? Да, конечно, конечно. Все, ну, вот я многим, вот у меня ребята, которые со мной играли рок-музыку когда-то, да, в общем, я сейчас что, я пишу музыку очень активно, потому что я с сентября, в принципе, задумался о своем новом рок-проекте, скажем так, да, то есть кто-то знает из моих подписчиков, да, то, что давно у меня была группа, как мы играли, ну, такой стиль, такой веселенький скопанк называется, да, это такая танцевальная музыка с элементами, ну, как бы совмещение такого с кайта, это такое, как бы, быстрое регги, скажем так, ускоренное в два раза, ну, как вот, ну, если на вскидку группа Ленинград, да, вот как бы вот что-то подобное, да, и плюс, как бы, драйв, вот скопанка, там, дисторшн, там, гитарки такие тяжеленькие и быстрые ударные инструменты, скажем, это так вот быстро, да, если говорить, ну, вот играли, как бы мы это в клубах, такое вот было у нас молодежное, такие, ну, было очень много, кстати, и поклонников, и вообще, и всего, всего, ну, неважно, это в прошлом, а сейчас как-то все-таки чувствовал я все это время, как вот было уже без рока уже вот больше, именно когда в классику ушел, то, что тянет все-таки к этому, есть вот что-то, вот, знаешь, такое, где-то в глубине в нашей какой-то зов, вот в глубине нашей души, да, что вот, ну, а почему ты же это можешь, ты же это, тебе же хочется, и летом как-то... Ну, вот, понимаешь, опять же, 24 часа в сутки, в сутках, да, и вот, например, вот, если говорить про песню, да, ну, вот, чтобы сесть, как у меня, я вот расскажу про себя, да, то есть, как бы, это же, не помню, по-моему, про Чайковского, вот, было такое-то, что он сел, там, ему надо было что-то дописать, и вот, как бы он сел, и у него не получалось, и вдруг к нему пришел, там, по-моему, первый фортепианный концерт, по-моему, вот что-то такое было, да, вот. Там есть, да, такая история. Какая-то история была, по-моему, про фортепианный концерт. То есть ты, как бы, для того, чтобы, по крайней мере, тебе начать что-то делать, тебе надо, во-первых, сесть, понимаешь, как бы, вот, где-то в уединенном месте, чтобы тебя никто не откликал, войти в нужное состояние, то есть, как бы, ты не сразу как... Ну, наверное, ты знаешь, да, то, что наша психика, она сначала, как бы, ей нужно время какое-то на то, чтобы разогнаться, да, чтобы войти в процесс. В этот момент, во-первых, тебе не должен никто прерывать, никаких там сообщений, звонков, телефонных, да, то есть ты полностью находишься в процессе. Это исходя... Сейчас я расскажу как раз, да, то, что я, как бы, еще тренинговый маньяк, скажем так, да, то есть я очень люблю всякие тренинги личностного роста и так далее, да, и вот сейчас я один тренинг прохожу, есть такой известный довольно тренер в СНГ, Ицхак Пентасевич, может быть, слышал, он, 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 как бы, тренирует таких вот, как бы, топовых менеджеров, там, из, там, Кока-Колы, там, все, и, как бы, есть у него тренинги такие онлайн, которые, как бы, большие группы, там, заходит 500 человек, и все, как бы, вот это вот, по личной эффективности, да, и вот, как бы, у него есть такая интересная техника, называется помидор, в чем она заключается. Был такой, был такой будильник в виде помидора, да? Да, да, да. Как бы он, этот будильник... Паналивается на определенный, да, интервал. Определенный, это 25 минут. Вот, то есть вот у него там конкретно суть вот в том, что это вот в первом занятии, в том, что вот 25 минут ты садишься за какое-то дело, и никто тебя не должен прерывать, то есть как бы, на самом деле, вот, если уточнить этот момент, мы начинаем с 15 минут разгона, да, дальше с 15 минуты до, там, 45, ну, это у каждого, там, индивидуально, конечно, но примерно вот это усредненное. У нас пик продуктивности, и после 45 минуты у нас уже нападает. Это по занятиям, наверное, на инструменте все это хорошо знают, да, то, что вот потом уже, как бы, ты устаешь, и нужно просто... Да, и вот в поле, да, тоже вот этот академический час, как бы, тоже неспроста 45 минут, собственно, та же сама система, да-да. И вот, собственно, когда садишься там, предположим, писать там песню, да, то тоже, как бы, вот, я... Просто приходится себя усаживать, как бы, да, и чтобы тебя... Ну, я ставлю себе минимум 30 минут, а как бы максимум не ограничен, но обычно, что вот, как бы, вот, к 30-й минуте тебя прет, прямо у тебя вот, как бы, идея. Это же все, это интеллектуальная работа, на самом деле, да, то есть как бы подобрать там нужный образ или там что-то, вот, какую-то фишку именно аранжировочную, да, это вот, это... Ну, это, на самом деле, как бы, вот, как говорят, что вот творческая, да, работа, ну, как бы мы, музыканты, кто музыкопрофессионально занимаемся, мы понимаем, что, как бы, там очень много от интеллекта идет, да, как бы, там таких. Вот, хотя... Это не вот эти вот материи сразу, нужно сначала поработать вообще. Да, но, конечно, присутствие именно вот воодушевления, как бы, оно очень важно. То есть воодушевление – это, скажем так, избыток творческой энергии, да, это для этого очень важно, конечно, и физическая кондиция, да, потому что если ты там, ну, я про себя говорю, может быть, у других по-другому, но если ты там спал 4 часа, это там отработал на 10 работах, приехал вечером, то, как бы, не знаю, что нужно, чтобы тебя, как бы, начало переть, да, вот, чтобы нормально, чтобы без вреда для здоровья, то, наверное, как бы, ничего не получится, вот. В общем, я это делаю, как бы, ну, надо выспаться, надо, чтобы желательно выходной был, поэтому, собственно, это и медленно все шло. А сейчас у меня прям песни пошли, у меня уже, как бы, 10 песен, как бы, уже готовы, и, собственно, как с карантина выйдем. Альбом, все. Так я же, у меня же цель и есть, альбом к концу года, чтобы у меня альбом вышел, как бы, уже на всех площадках, то есть это я вот так вот впервые об этом говорю здесь, тут на нашей вот аудитории. Классно, так ты, конечно, анонсируй, да, анонсируй обязательно, как бы, я продублирую с удовольствием. То есть, получается, это диск, да, который выйдет там и на iTunes, там, да, и везде, да? На iTunes, да, то есть, как бы, на всех, на всех площадках планируется. Ну, вот сейчас, понимаешь, нужно, конечно, вот, выйти из карантина и уже начать конкретно заниматься уже работой технической, то есть запись, там, сведения, какие-то уже конкретные идеи, потому что пока это на уровне такой, ну, как бы, написано, вот, как бы, гармония, текст, строение песни, но в процессе работы всегда там приходит по аранжировкам очень много всего интересного, поэтому бесконечный процесс. Да, это потрясающая вообще новость, на самом деле, такая неожиданная и, видишь, какое креативное применение этого времени, все-таки что-то, что-то хорошее есть, неожиданное, по крайней мере. Да, удается себя каждый день усаживать, потому что, ну, как бы, я себе сказал, раз я дома, ну, как бы, у меня правило какое было, если я дома, то я, как бы, у меня есть определенный список, там, ритуалов, то есть сесть за песню, сесть за дирижирование, ну, как сесть за дирижирование, встать за дирижирование, скажем так, то есть заняться дирижированием и, ну, конечно, виланчелли позаниматься. Это вот касаемо профессиональных вещей. Ну, ребенок, конечно, да, то есть как бы тоже сейчас есть возможность, слава Богу, с ребенком пообщаться, вот, поэтому как бы стараюсь. Ну, а Лиза, Лиза так подросла вообще, Елизавета Петровна-то. Она, на самом деле, я даже не знаю, на кого она больше похожа, на маму или на папу, оба очень талантливых родителей, и вот у меня с этим вопрос. Ну, конечно, еще рано задумываться, все-таки Лиза совсем еще мелкая, но все-таки, как бы, в семье скрипачки-виланчеллистов, это уверенная пианистка? Или к кому вы собираетесь вырастить на музыкальном фронте? Ты знаешь, я давить, как бы, мне это не нужно. Уже купили ей маленькую скрипочку, такую смешную, одна шестнадцатая, то есть это вообще, это просто, ну, это прелесть. Она реально игрушечная, то есть как бы ребенок, ну, она как бы достает иногда там, поскрепит что-то как-то на ней. Плюс укулелька у нас там, мне друзья дарили укулеле гитары гавайские, тоже тут валяется, она там берет, играет на ней. Микрофон сейчас купили ей на три года, там, такой микрофон, прикольно. Ну, в итоге, как бы, мы в основном им пользовались, там, включаешь, как бы, телефон туда, подключаешь по блютузу, и там включается там какая-нибудь фонограмма, и ты можешь туда петь, он усиливает, да. Ух ты! Ну, вот, но она как бы там... Как в коровке такой для детей. Да, 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 такой микрофончик прикольный. В общем, мы там очень так весело туда в него поем, не знаю, Лиза пока наблюдает в основном за этим процессом. Ну, понимаешь, как бы, если вот как бы вот ко мне ученики, как бы, а на сколько-сколько мы здесь живем, да, у меня со всего вот... Мы живем в Подмосковье, в поселке таунхаусов, да, и тут, как бы, вот весь поселок, все друг друга знают, люди, как бы, ученики все... А, ну, ты музыкант, ты на гитаре можешь научить, там, петь можешь научить, с альфеджио, все, и как бы, вот, весь поселок вот так вот ходит, там, я не знаю, от пяти лет дети до, там, не знаю, пятнадцати. Ну, и как бы ребенок все время со мной, она все время смотрит, тут мы с альфеджио, но ты там ее их учи. То есть, как бы, ребенок с детства это все, в принципе, впитывает, воспринимает. Ну, конечно, и получается, да, у нее интерес, как бы, естественно, ей же тоже хочется, чтобы ее научили. Ну, вот, я думаю, ты знаешь, это вот есть такая книга интересная, называется «После трех уже поздно». Это японский какой-то написал. В общем, это по, как это, не по воспитанию, а как... Там система Сузуки у них еще есть, то есть вот такая ранняя развитие. Ранняя развитие, да-да-да. Да, и то есть, типа, просто вот там говорят то, что вот просто ребенок должен это видеть, как бы, вот до трех лет, как бы, и вот как бы не волнуйтесь, у него там все само складывается, как бы, в голове. Ну, я не знаю, я как бы, у меня опыта в этом пока нет, но посмотрим, должно, я думаю, прорасти как-то это все дело. Ну, желаю вам, желаю. Она такая творческая, да. Я просто, знаешь, мне почему-то вспомнилось, там какие-то были трогательные снимки, когда вы вместе что-то готовите. То есть сейчас для детей очень много всяких вот этих вот студий. Ну, я знаю по своим племянникам. То есть у меня, ну, они чуть старше, как бы, Лизы, но то, что вот моя сестра тоже находит на такие вот активности, соответственно, их мама, вот. Я так немножко, как бы, знаю, я в курсе. Я заметила, что вы тоже вот занимаетесь какими-то креативными, там, создай что-то, вот. И, ну, по всей видимости, у нее есть вот это вот творческое начало. Просто, знаешь, бывает же разное. Бывает так, что родители музыканты, а ребенок, например, там, не знаю, идет, там, как художник себя проявляет. То есть все равно творчество, это никуда, мне кажется, не девается. Поэтому ждите сюрпризов. Я, ну, как бы, я как ребенок, который вырос в семье музыкантов, и ты видишь, к чему это привело, понимаешь, как бы, не знаю. Мне кажется, что если родители любят свое дело по-настоящему, у меня родители, конечно, фанаты просто музыки, я думаю, что ребенок никуда не денется. Вот, поэтому... И не нужно его даже заставлять, он сам это захочет, как я, собственно, захотел. Я там чуть-чуть... Было там в подворозковом возрасте, там, 12-13 лет. Типа я там, ну, как, начал там маме перечить, типа там, ну, не знаю, типа, не знаю, буду, не буду. А сам, как бы, про себя уж понимал-то, что, как бы, ну, кроме музыки-то, ну, ни к чему больше душа не лежит. Ну, так что... Слушай, Петя, ну, у тебя потрясающая история, что я, как бы, с дочкой, но у тебя же есть еще подопечный. Вот у меня такой вопрос по поводу твоего опыта с оркестром РНМСО, потому что я слышала воссорженные отзывы, да, и там такая, как бы, молодая команда. Ну, тебя приглашали коучем. Я так понимаю, что вся эта история с мастер-классами на нашу жену продолжается, да? Вот можешь рассказать об этом? Что вы там делаете? Как вообще? Какая периодичность? Что это за проект такой? Да, я начну с РНМСО, потом перейду к нашему, моему оркестру Инфор, да, где я концертмейстер велончельной группы, да, потому что интересные там пересечения такие тоже. Ну, суть в том, что, как бы, вот, правильно, слово коуч, да, как бы, просто прийти, вот, как бы, я прихожу к людям, которые, ну, заканчивают консерваторию или там кто-то уже закончил, понимаешь, все в дикой форме, понимаешь, и что мне им просто говорить, то, что, ребят, вот есть вот, как бы, там, предположим, вот, сложное место, вот, там, в девятой симфонии Шостаковича, там, в пятой Чайковского, ну, давайте поучим, да, как бы. У тебя четыре занятия, перед тобой, там, сидит двенадцать умных людей, которые круто играют на инструменте, и вот у тебя вот за четыре занятия, и у меня этот, это впервые был мой опыт, то есть, как бы, я вот впервые, вот, как бы, на такую аудиторию выходил, да. И, действительно, ты должен сам для себя сначала понять какую-то, вот, определенную идею, как ты должен их научить, действительно, научить именно, вот, не просто, как бы, это же не специальность, это же ты не педагог по специальности, ты педагог по... Оркестровым трудностям, но вот тоже нет. Ну, вот тоже нет. Ну, вот знаешь, почему у меня возник этот вопрос? Дело в том, что, вот, с Василисой Чеплинской, то есть, как бы, своей своячницей, мы впервые, вот, кстати, в онлайне обсудили эту проблему, потому что она мне, ну, как бы, намекнула, сначала она, потом еще Миша Фейман говорил об этом. Ты понимаешь, Алиса, проблема в том, что по-нормальному, вот, именно оркестровых игроков не учат в России. За рубежом есть это так. И вот в связи с этим, поскольку ты, как бы, коуч, и ты находишься немножко на другом уровне, ну, и ты знаешь всю эту оркестровую кухню в том числе, вот, как ты организовал эти занятия все-таки, интересно? Ну, честно скажу, что это, конечно, поначалу это был чистый экспромт, и интуиция такая, скажем так, интуиция помогла, да, потому что, как бы, нету, тебя никто этому нигде не учил, и, как бы, честно говоря, нас, по-моему, и педагогики-то особо не учат, да, если вот как бы... Ну, конечно, это происходит в конце, это мимо абсолютно, то есть, как бы, я знаю эти проблемы, просто знаешь, почему, как бы, тут еще такое контр... Ну, как бы, ты этим уже на каком-то уровне занимался, вот, что ты говоришь про интуицию, я понимаю, ну, ну, и вот что дальше было. Ну, да, я хочу тебе сказать то, что действительно, как бы, оказалось, то, что потребность в этом есть, и то, что действительно, ну, во-первых, есть, конечно, ну, это колоссальное отличие между сольной игрой и оркестровой, да, как бы, как мы все знаем, то, что у нас психология такая, в основном то, что мы все солисты, а если мы попали в оркестр, это значит, что мы неудавшиеся солисты, да, как бы, то есть, вот, как бы, я понимаю, что пианистам это, как бы, не знакомо, да, но вот в основном в консерватории, как бы, к сожалению... Ну, у нас другое говорят у нас тоже, что, как бы, если ты не солист, то, как бы, ты тоже, либо ты сразу концертмейстер, либо ты работаешь в детском саду, либо ты идешь вообще дворником. Понимаешь, у пианистов там еще интереснее в этом плане. Что, а камерной музыки нет, концертмейстерского класса, как бы, ну, в том понимании, как, например, Джеральд Мур и Дитрих Фишер Дискау, вот эта вот парочка, когда такой гениальный концерт. Этой истории тоже у нас в России нет. И вот то же самое происходит с оркестровыми инструментами, что получается, что есть очень узкая дорожка, вот эта вот сольная, и вот просто оркестр общим помолом, что как такое может быть, разные уровни оркестров, отношение в мире совершенно другое. И поэтому мне интересно, как можно выбраться из этого, ну, просто замкнутого круга непонимания. Ведь это все неправда. Я тебе хочу сказать, что вот в молодежном оркестре как раз они выбрались из этого замкнутого круга таким образом, что они обязательно должны проходить мастер-классы. То есть вот как бы я пришел, 4 занятия точно у них будет, да, и никуда они не денутся от меня, да. В итоге потом позвали второй раз на 4 занятия, третий, в общем, я не знаю, я за год там, ну, наверное, блоков 6 или 7 провел, включая, потом я уже начал как бы и по часу с каждым отдельно заниматься тоже, у каждого свои проблемы, понятно, кто-то там с листа все читает, а кто-то просто аппликатуру, ну, вот вообще человек просто вообще не в курсе аппликатуры оркестровой, да, то есть с каждым приходится отдельно заниматься, как бы его проблемы какие-то. Ну, и пришло понимание, конечно, что, ну, много там экспериментов было интересных, просто вот, например, одна такая вот у меня фишка была интересная, то, что как вот, как бы, если вот приходит дирижер там к оркестру, который вообще не умеет дирижировать просто никак, да, то есть вот тебе нужно показывать пицциката, да, это, в принципе, вот кто дирижированием, если занимается, знает то, что вот именно пицциката показать так, чтобы сыграли вместе, это как бы, это сложно довольно вообще, в принципе, да, и по пицциката как бы сразу все ясно, вот, и как бы вот, ну, я там изображал такого дирижера, который просто вот легатный такой рукой, мягким жестом вот так показывал, они должны были вместе, их задача сыграть вместе пицциката, почему? Потому что это реальная задача группы, задача оркестра вместе играть пицциката, то есть пиццикат играется по концертмейстеру, просто вот концертмейстер даже при самой кривой руке дирижера должен показать, так, то есть это тоже энергетическая работа, то есть как бы как дирижер, это уже, это энергетический контакт с оркестром, и кто-то вообще не может держать оркестр как бы в руках, а кто-то, как вот про тоскане не говорили, да, то, что это Лео Гинсбург был такой дирижер, педагог советский, и он поехал на репетицию оркестра вот в Тосканине, и он говорит, я мечтал посмотреть, как работает мастер, и я вот как бы попал вообще как каким-то левым образом абсолютно на репетицию, я сел, там спрятался за последним пультом контрабасов между там двумя контрабасистами, и начал наблюдать, и говорит, значит, это вот первый заезд, там час пятнадцать, да, как обычно в оркестрах бывает, у меня было все время, вот Лео Гинсбург пишет, что у меня было все время ощущение того, что он смотрит только на меня, после этого я пересел, говорит, куда-то к духовикам, там к тубе, куда-то туда спрятался, и вот весь второй заезд, у меня было тоже ощущение, что он все время смотрит на меня, то есть как бы это, конечно, энергетическая работа, да, вот как бы если брать дирижерскую профессию, это отдельная тема, да, то есть как бы это еще у нас Илья Мусин, это патриарх наш вот как бы дирижерской советской школы, все его дирижеры, ну, боготворят и все вот как бы великие, кто сейчас есть у нас, да, из первой вот эти величины, скажем так, все они, конечно, у него учились, вот, и он хорошо, конечно, вот, мне в чем нравится вот эта советская школа, лучшее, что есть в советской школе, да, когда очень, скажем так, простым языком описываются фундаментальные вещи, вот у меня как бы Наталья Николаевна, Шаховская Царствие и Небесный, мой педагог по велончели, да, вот она настолько умела простым русским языком сказать вот просто в самую суть, понимаешь, вот в этом, конечно, вот это, вот в этом суть нашей советской школы в лучшем ее проявлении, потому что есть великие, действительно, это вот Шаховская, это Илья Мусин, да, то есть вот я, когда вот Мусина начал, я понятно, что вот как бы с Мусиным уже с его видеозаписями, а уже, да, его как бы нет, знакомился уже после того, как Наталья Николаевна не стала, да, и я узнал, конечно, Наталью Николаевну в нем, да, потому что это вот что-то есть вот общее, именно, понимаешь, то есть как бы нельзя топить все, говорить, что вот, знаешь, как есть вот выражение «салок» там и так далее, да, вот нельзя то хорошее, что было там, как бы нельзя его топить и как бы обесценивать, потому что действительно таких педагогов, как бы это единица, то есть, понимаешь, вот, и я к чему это говорю, то, что вот он говорил тоже, Илья Мусин, да, то, что техника там, в принципе, техники тактирования, да, как бы вот, начиная с того, что тактировать, это ты просто вот, можно любого музыканта, если у него профессиональное образование, там, белончелистский пианист, там, пианист, ну, как бы за две недели ты научишь, он выйдет, как бы, да, к оркестру, протактирует, тебе покажет начало и так далее. Но что-то такое, что стоит за этим всем, чего не видно, да, этому, в принципе, даже и не научишь, да, то есть вот в этом именно вот секрет дирижерской профессии, да, то, что есть такие вещи, которым не научишь. Иногда выходит, вот, как мы, как оркестранты, да, там, вот, как бы, это, такие довольно злобные по отношению к дирижерам такие существа, да, то есть, как бы, человек выходит сразу, там, знаешь, смотришь на него, так, а, это там что-то не так, это непонятно, там все, начинают, как бы, там, да, чувака проверять, да. Ну, да, есть такой момент, слышала о таком. Вот, а бывает, что человек выходит, вроде, как бы, и руки, как бы, там, нельзя сказать, что все, прям, оно, знаешь, там, прям очень четко, но сразу просто, ты просто, как бы, сразу на месте сидишь ровно, я-то, как, все-таки солидарен с дирижерами, я поэтому их не люблю, как бы, вот, на зуб, как бы, да, там, это пробовать. Да, как бы, ты сам в этой роли бываешь, да, то есть, как бы, поэтому тебе уже не до сих. Мне их жалко, как бы, больше, да, вот. Вот, ну, это молодых, как бы, в основном, а бывает, это вот Константин Чудовский, есть такой дирижер, он уже такой довольно востребованный, он постарше меня, наверное, лет на пять, да, и он такую фразу сказал один раз, то, что ты выходишь к оркестру, и у тебя ровно 30 секунд, за эти 30 секунд или он тебя положит на лопатки, или ты его. Ну, да, понятно. Вот, то есть, вот, как бы, касаемо... То есть, получается, что энергетически, как бы, ты должен убедить, то есть, допустим, ты понимаешь, что ты профессионал, но, как бы, люди, которые тебя, вот, сейчас оценивают, да, вот, чисто энергетически, ты должен сразу заявить, кто в доме хозяин, ну, так, если примитивно. Как бы, да, да, скажем так, вот, поэтому, собственно, это вот, да. Да, ну, это все, конечно, очень интересно, но у меня вот еще такой вопрос, интересный тоже твой проектный опыт, мне многое рассказывает, сажать, сама не была, вот, четвертый раз проводили в феврале, а это, вот, получается, наше самое свежее, практически, впечатление концертное, «Зимние грезы», да, фестиваль? О, да, да. Ты знаешь, очень-очень у меня много по этому поводу вопросов и впечатлений, то есть, там, на самом деле, и современные композиторы, которые исполнялись, и сам концепт, что, вот, например, вот эти вот дуэльные, да, вечера, когда и солист, и дирижер. Вот, расскажи все по полочкам, как это было, откуда такая идея? Ну, идея принадлежит моему коллеге, товарищу, и человеку, которого я очень уважаю, Сергей Антонов, это победитель конкурса Чайковского, велончелист тоже, конечно, Наталья Николаевна, один из таких лидеров, скажем так, в ее классе был, да, но он постарше меня, я когда пришел, он уже, собственно, побеждал на конкурсе Чайковского, это был 2007, по-моему, год, да, или 2006, 2007, вот. И он, как бы, вот этот фестиваль организовал, значит, в общем, в итоге много там есть нюансов, как бы, не хочу обо всем рассказывать, да, организационные моменты, да, какие у него были сложности, то есть не все, как бы, было гладко там поначалу, да, но вот к четвертому фестивалю уже благодаря грамотной, кстати, очень такой организации, да, включающей такие современные, современный подход, там тот же самый Инстаграм очень там хорошо работает, если я не ошибаюсь, это вот может быть, вот как бы могу наврать, но если я не ошибаюсь, было что-то типа в том духе, что рекламу давали блогеры известные в Инстаграм, да, как бы оплачивалась реклама, да, но в классической среде разве он известный, этот прием, вот я вот как бы не... Ну, он уже, да, он уже известный, это, в принципе, ну, как это обычно, такой обычный инструмент достаточно, но просто не все, понимаешь, не все в итоге выходят на этих блогеров, и не все блогеры соглашаются, как бы даже там за деньги, да, грубо говоря, говорить о классической музыке, почему? Ну, потому что, ну, это либо противоречит настолько их образу, там же, значит, надо блогера найти нормального, понимаешь, потому что если это будет, условно говоря, какой-то, ну, не хочу сказать, какой-то, да, но юридист, допустим, не подходит, наверное, да, поздно тоже не вариант, как бы хочется сказать. Ну, вот, насколько я знаю, что вот как бы в основном оркестры как бы вот такие вот, как бы, такие маститы, в принципе, не знаю, чтобы вот как бы использовали этот инструмент. Ну, неважно, в общем, суть в том, что ты выходишь, в итоге, когда мы вышли уже в БЗК, я выхожу, как бы, да, я открывал концерт, полный, абсолютно полный зал, аншлаг, да, но что этому, как бы, интересная была предыстория, то, что, как бы, у нас начинаются репетиции, Сережа Антонов, он еще в Америке, он живет в Америке, в Нью-Йорке, он там под конец должен был приехать, там, то есть, как бы, концерт 4-го числа, он там, что-то, первого, что ли, должен был приехать только. А я должен был дирижировать премьеру в Москве, концерт «Барух Берлинер», такой композитор. Вот, да, я чесала как раз, это, откуда он, кто он? Он из Иерусалима, он такой, ну, как бы, скажем так, уже пожилой, да, очень пожилой такой человек, ну, вот, как бы, в принципе, произведение называется «Сон Иакова», это из Ветхого Завета, когда Иаков заснул на камне, ему приснилась лестница в небо, которая, там, во многих произведениях, там, даже в Симпсонах даже есть, это, как бы, вот она изображается, вот, лестница, он становится на эту лестницу, и все это, там, попадает в небеса, да, и вот он, как бы, обрисовал вот это из Ветхого Завета, вот эту историю. Ну, в общем, суть в том, что я, как бы, до приезда Сережи, я должен был подготовить оркестр, понятно, и, в общем, мы приходим на репетицию. Валю Рюпин сначала с 10 до 11 репетирует, и я вот уже, как бы, готовлю, я впервые выхожу к этому оркестру, к СО, да, концертно-симфонический оркестр. Тут, в общем, объявление в динамике, то, что просьба всем покинуть здание консерватории, звонок, в общем, позвонили, сказали, что заложили бомбу. В общем, мне репетировать... У меня этот день, а у вас была репетиция. Так, значит, в общем, я, у меня первый выход к оркестру, понятно, у меня, значит, полтора часа моей репетиции пропало. Все, как бы, в общем, приехали пожарные и ждали собак и полицейских, да, которые пока доехали, в общем, там, часам в трем. Уже понятно, оркестр весь уже разошелся по другим вторым работам. Хорошо, в общем, следующая репетиция у меня там, мне там дали, там, чуть там полчасика, в общем, я порепетировал. Приезжает Сережа с Сережей, мы попробовали, и на следующий день у нас должна быть полноценная уже такая прям репетиция. Сережа должен, он тоже же дирижирует там два произведения. И, в общем, мы только приходим, я, как бы, уже такой иду с Виланчелю, мы же с ним еще дуэт играли, концерт Кленгеля, да, для двух Виланчелей. И тут оказывается то, что... Ну, я подхожу и вижу уже пожарные машины, я понимаю, так, ну, все ясно. В общем, вторая репетиция, ровно через неделю в это же время позвонили, опять же, звонок о бомбе. То есть две репетиции у нас сняли из-за того, что был у нас вот этот вот звонок в одно и то же время. Может быть, да вообще какие-то, ну, специальные, какой-то саботаж? Ты знаешь, думали об этом, да, но концерт, слава богу, прошел и сделали репетицию. Оркестру вообще надо отдать должность. Сделали им репетицию из-за этих вот двух вот снятых репетиций. Сделали им репетицию в час тридцать, при том, что концерт в семь играть. И они как бы пошли навстречу, сказали то, что да, мы как бы понимаем, мы за ребят, мы как бы ребята молодые, все как бы там, все нервничаем, потому что, слушай, произведение, это барок Берлина приехал из Иерусалима, там и инструментовщик его там тоже, там целая команда, понимаешь, я это дирижирую, никто это вообще, эту музыку не знает, там три части, там 35 минут длится произведение, там, не знаю, в каждой части там по 10 темпов, там, знаешь, там меняется. Ну, то есть репетировать, короче говоря, надо, и очень надо, да, и тем более автор сидит в зале, да, как бы. Ну да. И оркестру надо отдать должное, то, что мы начали в 13.30 репетицию, и в итоге в 6.20 ее удалось закончить, там даже не в 6, в 6.20 пришлось задержать. Ребята быстро там, я не знаю, перекусили там, переоделись, и все, на сцену. И просто, ну, действительно, ты знаешь, вот до полодиннадцатого концерт длился, ребята. И как обычно это бывает у оркестров хороших, да, то, что на репетиции оркестр играет, ну, разу в полтора, в два лучше, чем на репетициях. То есть как бы вот-вот так и было. Нет, ну, просто бывает, когда там молодежные, студенческие какие-то оркестры, там как бы как на генеральной, так же и на концерте бывает часто так, да. А вот как бы вот такие вот профессионалы уже... То есть как бы у национально-филармонического оркестра всегда было так. То есть это вот как бы я, когда 3,5 года назад только пришел на это место, я, конечно, очень... Это вот просто мне сразу вот как бы... Я не буду как бы говорить, после какого оркестра это мне прям так бросилось в глаза, и как бы было ли это в прошлом оркестре или нет, как бы не буду сейчас, да. Но в инфоруме мне это просто вот сразу стало заметно, насколько просто вот когда на концерте, то есть и на репетициях-то это здорово звучит, но на концерте это просто вот действительно вот как бы... Понятно, это вот такие слова, там громкие вдохновения, там знаешь, там, ну, это действительно... Ну, понарастаешься, наверное, как должно быть. В общем потоке, понимаешь, это вот обмены энергиями, действительно, понимаешь. То есть как бы я люблю, у меня такая манера, что я люблю крутиться там, знаешь, там как бы... Ну, мне нравится, понимаешь, мне это очень подпитывает вот это вот, конечно, в камерной музыке это, ты сама понимаешь, это как бы больше, ты как бы к этому расположен, у каждого своя партия, у вас три-четыре человека. В оркестре как бы больше принято, может быть, на своей группе сосредоточиться, скажем так, да. Но я прям, ты знаешь, я прям от этого, конечно, это ни с чем не сравнимо. И вот как бы если говорить про дирижеров, да, то, что как бы вот все... Есть такая... Когда я только начал вот заниматься дирижированием, там вот... Концентрацию нам тут подсказывают. Да, да, да. Дирижеры подался денег, захотелось или власти, типа, давай, колись чего-то, и вот из этих вот двух вещей тебе хочется. Я отвечу так, то, что... При том, что вот когда я начал заниматься дирижированием, это первые уроки были у Вячеслава Валеева такой, есть у нас дирижер в консерватории. Да, знаю, конечно, да. Вот, да. И мне вот на первом занятии он говорит, вот принеси утренняя молитва Чайковского из детского альбома. Ну, ты представляешь себе эту пьеску, да, там, я не знаю, на 16 тактов, наверное. Да. И что вот интересно, то, что вот когда я ее вот продирижировал, под, я не знаю, там, один, наверное, пианист просто был, ты просто ему дирижируешь эту пьеску. Вот, как бы, я не знаю, как бы это смешно не звучало, но у меня мурашки просто вот были, у меня такие были ощущения. Думаю, то, что странно, вот я вот какую-то пьеску, вот, фортепиану продирижировал сейчас, у меня такое погружение в нее непривычное для меня. То есть, как бы мы, как бы, я уже там сколько конкурсов, там, я не знаю, вилончельных, там, стал лауреатом с оркестром симфоническим, сколько раз уже солировал, понимаешь. И меня удивило то, что у меня такие, как бы, вот ощущения от этого процесса. Совершенно другая вообще кухня, совершенно другое, да, погружение в процесс. И потом, да, другое погружение, и потом у тебя, вот когда ты уже переходишь к камерному оркестру, а потом к симфоническому, это, конечно, ощущение, ну, просто. То есть... Наверное, вообще, как будто бы ты начинаешь просто лететь, парить над землей, да, когда тем больше, да, тем... Мы, понимаешь, мы, как бы, вот как инструменталисты, мы вот все-таки в рамках... Пианисты, как бы, понятно, у вас боли все-таки, это вот все полифоническая вся история. Но, опять же, когда, если это концерт, там, Рахманин с оркестром, опять же, есть оркестр, есть, как бы, солист, да. А мы особенно, то есть мы в рамках нашей, как бы, одной партии, да, у нас, как бы, это все... Мы все равно воспринимаем музыку через, как бы, призму вот этой вот одной партии, да, то есть, как бы, вот любого, вот возьми, там, не знаю, оркестранта, да, вот, как бы, вот, вторые скрипки, да, вот, напой, там, вот, симфонию Рахманиного, там, он тебе начнет, там, свою партию все-таки, как бы, скажем так, воспроизводить. Ну, понятно, в общем, одну строчку, короче говоря. А когда ты, вот, стоишь за пультом, да, то, что, как бы, на самом деле, ты же не играешь вот по факту, да, как бы, от тебя просто исходит импульс, как бы, играет оркестр, да, как бы, но ощущение, как будто ты это все создаешь. То есть, это, вот, это, конечно, это ни с чем не сравнимое ощущение. И ты все пропускаешь, каждый голос через себя. И вот у меня мечта, конечно, вторая симфония Рахманиного. Прям мечтаю, вот, чтобы с хорошим оркестром ее продирижировать целиком. И мне кажется, что у меня просто вот на первой репетиции будет разрывать просто. Вот, вот, правда, это разрывает. Да, может, может, на Крым. Да. Петь, слушай, а вот, ну, такое, как бы, очень красочное описание. Я просто даже представила, мне самой первой жизни захотелось хоть чем-нибудь продирижировать. Но у меня вопрос, знаешь, какой, очень тоже интересный. Ну, раз ты такой многостаночник, и у тебя, слава богу, на все хватает, как бы, головы, там, рук, не знаю, целеустремленности, хотя это удивительно просто. Ты не задумывался о том, что, может быть, тебе пора уже стать тоже, как бы, продюсером и, там, не знаю, создать какой-нибудь проект, потому что столько хороших музыкальных рук. Да, ты так любишь, допустим, камерную музыку. Ну, понятно, я за ней очень болею, за переживаний, вот, ну, а секретическая музыка в том числе. То есть не было ли у тебя таких мыслей? Потому что то, что ты сейчас описал, как это происходит в оркестре, что ты, вот, как бы, играют музыканты, а ты управляешь, на самом деле, этим. Ну, то есть хотя бы такая создается иллюзия. Ведь продюсерские просто то же самое в чем-то. Просто это управление немножко под другим углом, под другим, ну, на другом уровне. Когда есть какая-то тоже общая цель, общая задача, ну, культурные мероприятия, которые там из года в год продолжаются, да, ну, и каждый фестиваль, каждый проект, он же индивидуален, он не похож на другой. Были ли у тебя такие мысли? Ты знаешь, часто приходится с этим сталкиваться, с организационной работой, конечно, да, это постоянно. И она часто вот мне, как бы, вот с моим детским оркестром, когда мы ездим на фестивали во Францию, особенно в Китай, вот, когда мы ездили, вот, это был интересный опыт, то, что, как бы, они, ну, ну, как бы, вот, не знаю, ну, буду говорить про организацию того конкретного фестиваля, не называю, что за фестиваль, да, ну, просто вот было сделано, вот, я приехал, я сразу понял, что сделано, вот, как бы, вот, в плане организации все неправильно. То есть они, как бы, вот, ошибки допускают, очень много допускают ошибок, да. И приходилось вот на каждом, как бы, шагу их вот исправлять, причем это все сначала воспринималось, что такие говорили, блин, типа, как бы, мы здесь сами знаем все, как надо делать все, типа, там, не надо нам советовать, подсказывать все. Короче, через вот там пару дней проходило, и в итоге они делали, вот, как я говорил, то есть получалось так. То есть, конечно, без этого никуда, то есть организаторская вот эта вот функция, быть организатором, это, это, это обязательно, то есть, как бы, лидерство, это все, да, это присутствует, конечно, этот момент. Просто, Петь, понимаешь, почему, почему такой вопрос, откуда многие растут? Те люди, которые, вот, просто организаторы, вот, та ситуация, которую ты описывал, всегда, везде и перманентно. Когда это музыкант, ему сложно совмещать, как бы, организацию и художественное начало, потому что, ну, элементарно в сутках 24 часа, да, то есть, как бы, я просто могу сказать, потому что пришлось этим заниматься, то есть, он затягивает, но тут тоже вот такая игра в поддавки. Но, понимаешь, без навыков музыканта, то, что ты сейчас озвучила, невозможно грамотно это построить. То есть, секрет любого, на самом деле, успешного продюсера, что либо он общался с музыкантами и как-то краем глаза, краем уха знал и быстро это мотал на ус, ну, либо это, как бы, путь проб и ошибок, то есть, это если вот именно голый менеджер, как я его называю, а если вот музыкант берется за это дело, ну, у него могут быть другие какие-то там, допустим, проблемы, он не знает там элементарно, как заниматься документооборотом, да, потому что это самое страшное для музыканта. А вот, да, да. Но этому, Петь, вот по моему, как бы, опыту, мне кажется, этому научиться куда проще, чем научиться всем нашим вот этим вот нюансам, фишечкам и прочим подробностям. Вот поверь мне, в таком варианте это работает лучше. То есть, действительно. Ну, про себя скажу, то, что вот этот вот документ, вот это все там, все вот эти вот циферки, скажем так, и вот эти все технические моменты, конечно, я себя точно не заставлю это делать, но вот именно вот организовывать, именно вот сделать так, чтобы это было правильно, чтобы это было быстро сделано и доведено до максимального результата, скажем так, вот это я люблю. То есть, в принципе, как бы, ну, я думаю, что так, то есть, как бы, у меня больше тогда, наверное, идет от, это получается, от правого полушария, да, то есть более именно творческий момент. И нужен, наверное, какой-то человек, который вот от левого полушария, который взял бы на себя всю вот эту, ну, не то, что рутинную, но как бы скучную для меня работу вот такую. Тогда, в принципе, в таком тандеме вполне можно и продюсированием каким-то заниматься. Я думаю, что так. Ну, я тебе желаю добавить эту опцию. Вот, тем более сейчас... Welcome. Нет, ну, понимаешь, продолжается же время, да, вот это вот расслабленное. Ну, у меня такое, как бы, не то, что последний вопрос, просто я переживаю, чтобы наши, как это, чтобы, во-первых, у вас-то все тоже, как бы, со сном не расставались, и вот, чтобы аудиторию тоже укладывать и спать. Хотя очень интересно. Вопрос такой, по поводу онлайна. Вот концерты, которые сейчас проходят в онлайне, но на концертных площадках, какое твое отношение? Вот как вынужденная мера, понятно. Ты бы в таком принял участие? В качестве виолончелиста, в качестве оркестранта, в качестве дирижера, неважно в таком качестве. Именно в концерте? Да. Вот чтобы вот камеры транслируют все это дело, все люди смотрят прям вот онлайн, в режиме реального времени, но в зале никого нет, потому что как бы нельзя. Вот история такая. Ну, я думаю, что мы к этому все равно как бы начинаем переходить путем вот этого вот всей ситуации. То есть как бы... Ну, твое отношение как бы к этому негативное или позитивное? То есть как ты к этому относишься? Нормальное отношение. Понимаешь, ну, как бы... Скажем так, вот когда-то были у нас кассетные магнитофоны, да, потом как бы через пять лет уже диски были у всех, сейчас уже как бы ни дисков, ничего, даже там флешек уже никаких нет, да, то есть все уже в iTunes скачивается быстрее, все. То есть сейчас очень быстро все меняется, да, поэтому как бы и мы должны быть приспособлены к этой ситуации, да. То есть вот если как бы вот говорить про наш оркестр, да, инфор, как бы вот как нас отправили на удаленку, да, скажем так, то есть как бы было тоже, это, скажем так, ну, не задание, ну, как бы это сказать, там, ну... В общем, чтобы люди были в форме, как бы, ну, скажем, мы работаем на удаленке, мы не как бы не в отпуске находимся, да, как бы вот начали мы... В каком-то виде существуют репетиции. Мы начали проводить, да, наши вот эти, скажем так, онлайн-репетиции. Я сам сначала, при том, что я часто онлайн занимаюсь, ну, с альфеджио там что-то, каких-то учеников по галончели могу просто там чуть-чуть там что-то подредактировать. Вот. Но мне было интересно, как это все будет проходить. Вот. Значит... А вот идея с домашними концертами, это все-таки принципиальная разница, когда вот на минималках, ну, я говорю, влогер на минималках можно поставить телефон, потому что все равно все слушают с айфона. Знаешь, это типа вот качество айфона на запись, качество айфона в воспроизведении, как бы, да, того, что ты записал. Как ты к этому относишься? Ну, во-первых, есть программы, где можно там и холл добавить, там и что-то, да, то есть как бы там... Ну, да. Но не у каждого есть айфон, понимаешь, начинается тут уже, у людей начинается вот война, что типа у кого-то гаджет, да? Вот. Но идея в том, что, в принципе, вот как побуждение у тебя было желание записать, допустим, из дома. Потому что понятно, что идеальных условий, наверное, тяжело создать. Ни у кого их нет изначально. Вот. Или глупость? Я сейчас... Нет. Нет, это не глупость, конечно. Даже были какие-то проекты вот от одного фестиваля, там, правда, я там, как бы, я там не играл, я там продирижировать надо было. Вот. Ну, как бы, это все под фонограмму делается, да, скажем так. То есть это просто, как бы, там, это вот больше видеоряд, да, как бы от всех участников требуется. Ну, это хороший, как бы, такой, как это сказать, флешмоб, скажем так, да. Я больше, понимаешь, я все-таки... А вот сейчас у нас, извините, я прерву, появились часы. Можем договориться о следующем окне, если хочешь. Можем еще раз при этом переключиться, потому что сейчас Инстаграм нас выкинет из этого эфира, и нам придется... Давай. Договоримся, да? Хорошо, сейчас встретимся, ребят, перескакиваем в другое окно, давайте. Так, мы вернулись. Уже первая часть эфира доступна в IGTV, дорогие друзья. Вот сейчас у нас такая интересная технология. Раньше все онлайны были у нас в сторис, они сохранялись вот в самом главном окне, а теперь в IGTV специально вот это вот средние вкладки, так что не теряйте, не теряйте этот эфир, а мы немножко еще... Я теперь очень не ложится спать. Так. Да. Вот. Мы уже выложили, кстати, первую часть эфира, она уже в IGTV, так что все хорошо. Так что все-таки с домашними концертами? Вот попросили продилижировать видеоряд, по большей части это напоминает. Ну, это такой, да, это как бы флешмоб, скажем так, был, да, в принципе. Ну, я все-таки как бы... Я сторонник все-таки живого общения, обмена энергиями и так далее, да, как бы я понимаю, что это замена, да, как то же самое, как и с образованием. Сейчас, я думаю, многие думали, а вот как, может быть, мы сейчас на удаленку-то все переведем вообще, а в принципе, да, лучше вообще... Да, такие мысли гуляли, это ужасная мысль. Вот нет, понимаешь, вот как бы те дисциплины, где нужен обмен энергиями, как бы вот в нашей, как бы вот, при том, что мы эффективно довольны, я занимался, я занимался с каждым участником нашей группы, как бы тет-а-тет, да, скажем так, да, и можно бы, и был какой-то определенный результат в рамках этого формата, которого можно было достичь, но это все равно, как бы, не знаю, от живого формата такого, вот когда ты с педагогом занимаешься, как бы обмен... Просто вот на энергетическом уровне ты можешь просто через три минуты уже почувствовать, скажем так, разницу, да, вот то же самое про классические концерты, ну, можно вот сейчас в рамках, как бы, вот карантина, там многие записывают видео, там все, как бы, это хорошо, да, это такие, как бы, вещи, как бы... Ну, это как часть истории, я понимаю. Ну, это часть истории, да, но, понимаешь, как бы, можно было бы просто записи, как бы, продавать, и все, и зачем тогда концертные залы в Москве, извини меня, уникальный город, в котором столько концертных залов, таких огромных, и они все каждый день там концерты, и битком залы. БЗК, КЗЧ, это вот... Везде, по всему миру, понимаешь, и не верится, что неужели они так надолго могут все это захлопнуть, понимаешь? И, кстати, вот здесь тоже вопрос очень интересный. Вот в Филармонии 2, да, мы все же знаем, что там есть виртуальный зал. И, кстати, вот к вопросу, да, а надо быть где-то у виртуального зала, в принципе, ну, вот в Москве, в России, ты понимаешь, у меня даже у самой нет такого-то окончательного ответа. Почему? Потому что вот сейчас, смотри, получается, что те, кто будут играть в онлайн-концерты, вопрос оплаты стоит именно здесь, в России, в Москве. Допустим, в Берлинской филармонии, где есть виртуальный зал, ну, мне доподлинно известно, что люди, ну, не включают этот, как бы, да, самоизоляционный период, когда открыли доступ для всех. В принципе, это за деньги. То есть, в принципе, это за деньги. Система такая же. Человек не может физически присутствовать в Берлинской филармонии, но за какую-то определенную сумму он может не дополнить. Если у нас, допустим, начать просто говорить о том, что за виртуальный концерт вы платите, да, потому что ведь деньги не отсюда не берутся и у музыкантов и организации, да, то есть, если не было кто-то специализированного гранта, то получается, что музыканты, ну, вот, как они будут существовать все это время, да, за счет этих виртуальных залов, непонятно. То есть, то ли нужно менять логику, которая на ментальном уровне глубоко сидит во всех россиянах, да, что как бы, ну, если онлайн, значит, как бы это бесплатно, априори, если это концерт. То есть, либо вот здесь нужно как-то вот шаманить что-то, менять химически в них, ну, либо, соответственно, просто признать, что, допустим, в России тема виртуальных залах это, ну, совершенно не нужно. Ну, это в зале Чайковского, если знаешь, там есть такая у них система, то, что люди приходят на концерт, да, в зал, а там для бабулечек специальный экран ставят там перед этими металлоискателями, и бабулечки на стульчиках сидят и смотрят как бы этот вот, все вместе вот этот как бы онлайн-трансляцию. Но, опять же, вот как бы мое мнение, да, есть как бы вот концерты, вот мы и Берлинскую филармонию тоже как бы, мы смотрим, да, это понятно, это топовый оркестр, но все-таки я вынес... Экран есть экран, да? Экран есть экран, да, энергетика, вот в этом-то и суть как бы вот, то, что, конечно, энергетику никто не отменяет, да, и когда это симфонический оркестр, это колоссальные ощущения. Знаешь, мы же очень переживаем, вот мы как пианисты очень переживаем за оркестр, за симфонический, за камерный, потому что, ну, камерный еще кое-как теоретически можно хотя бы уместить на сцене, да, ну, если представить, вот придумать там расстояние, маска, ну, ты понимаешь, симфонический оркестр в принципе не садится, вот, но как бы у меня, знаешь, какой еще вопрос, вот такой просто супер последний, честно, уже обещаю, не могу себя остановить, значит, смотри, уже прозвучало в прессе, ну, как бы два таких вот момента, опять как баланс, что, значит, на одной чаше весов находится мнение, что люди, публика, наша аудитория прям побегут после самоизоляции, потому что хотят живого искусства, ну, то есть побегут и запомнят эти концертные зоны, насколько это будет возможно, сколько распространено, да, это опция. Второе мнение, что люди будут бояться этих массовых мероприятий, как бы культура, какая культура может в такое время, да, то есть очень негативное мнение. Но вот все-таки мы с тобой музыканты, вот как ты считаешь? Потому что я задаю вопрос всем, мнения очень разные. Как ты чувствуешь? Ну, тут вопрос, к какой категории эти люди относятся к тем людям, которые на шашлыки ходят, на майские праздники. Или все-таки это люди, как бы, ну, все-таки бояться-то люди, наверное, будут вот этих вот всех массовых мероприятий. Хотя, насколько я слышал, уже есть такие, как бы, там рекламент определенный, чтобы рассаживать в шахматном порядке, и как бы там в больших залах там в итоге там в пять раз будет меньше зрителей. И как бы это вообще... Да. Так ты знаешь, что я слышала еще и читала? Вот на портале Classical Music News, ну, там, где был Борис Пифановский, он запостил, по-моему, вчера. Такой, типа, как опросник он сделал. Я просто, ну, прочитала, как бы, в чем там суть вопроса, варианты ответа, по четыре варианта. Как раз нацелена на аудиторию, что, мол, будете ли вы ходить на концерты, где вас будут вот таким вот образом... Интересно. Да, то есть я просто к тому, что, я не знаю, он, видимо, опубликует потом какой-то, ну, фидбэк, то есть хочу сделать, как получилось, но я очень хочу увидеть, как отвечают люди. Я, наверное, не принимала в этом участие, потому что я не аудитория. То есть посмотрим, что там ответить все остальные. Будем надеяться на лучшее, потому что, конечно, уже скучаем по таким концертам настоящим, конечно, когда публика, когда овации, когда люди стоя аплодируют, это, конечно, музыканту, да, ну, как нам без этого жить, да, мы без этого не можем. Нет, немыслимо, немыслимо абсолютно, да, это невозможно. Ну, Петь, спасибо тебе большое за эфир, вот, за такой ночной, как бы, эфирчик. Все, больше даже не смею, как бы, отнимать ни секунды времени. Мы прощаемся с аудиторией. Спасибо всем за внимание. Давай, приглашай еще. С удовольствием. Все, пока-пока, спокойной ночью. Счастливо. Да, пока. Ну, слушайте, сегодня очень интересный эфир. Вот я буквально через какое-то время соединю эти два окна, и завтра вы уже сможете на ютюбе посмотреть целую версию. Замечательный Петр Владыш, абсолютно у него такая сумасшедшая активность. Вот это вот энергайзер, вот это вот, конечно, пример для подражания. Так что, ребята, кто там прокрастинирует, кто там ленится, давайте заканчивать, давайте завязывать с этим. Жизнь удивительная, все продолжается, вот и музыка, она вечна, все будет хорошо. Главное в этой реере, что-то делать то, что мы можем именно здесь и сейчас. Ну, видная поп-онлайн желает вам спокойной ночи, и мы прощаемся с вами до завтра. Завтра в полночь, как обычно, в этих наших дороговых окнах будет новый день. Пока-пока.